Дорогие друзья, любители и почитатели уральской кухни и даже ее участники, кто нас видит и слышит, здравствуйте всем вам! И здравствуйте, Юля! Здравствуйте! Уже второй раз вы приходите к нам на передачу. Вам, наверное, у нас понравилось, нет? Да, очень. Тепло, уютно, светло. Но вы сегодня принесли какое-то блюдо, так сказать, фирменное, нет? Да, это очень интересное блюдо, но оно при этом очень легко готовится и быстро. Хотя не совсем быстро, запекается долго. Это кролик с картофелем и овощами. Кролик с картофелем и овощами. Да, он запекается в банке. Вот в этой баночке, которую приготовили. Так, что для этого мы делаем? Для этого мы уже взяли кролика. Кролик уже готов. Все, вот он у нас есть. Сколько здесь кролика? Ну, где-то с полкилограмма на такую баночку. Угу, с полполовины килограмма. А баночка у нас двухлитровая. Двухлитровая баночка. В зависимости от банки. Крышечка для баночки не нужна? Крышка нам не нужна. У нас крышка будет зелень. Ага, крышкой будет зелень. Как горшочек получится. Будет как горшочек и при этом... Денька горшочек. Да, при этом будет пар как бы забирать сок зелени. Понятно. Что еще входит в состав этого блюда? И как он называется? Кролик. Белый кролик? Будет белый кролик. Вот. Туда входит картофель, лук и морковь. Как мы готовим картофель для этого блюда? Картофель нужно брать либо мелкий, кругленький. Если картофель крупный, тогда его режут. Вот покажите, как вы режете на это блюдо картофель. Давайте, я буду картофель, а вы можете морковку на терке, да? Нет, лучше ее резать. Лучше порезать. Хорошо, будем резать. Я режу вот так картошку. Картошку так? Как морковку. Да, можно вот так. Вот так вот кусочками, чтобы кусочками все было. Да, это на ваш вкус, как вам больше нравится. Ну, давайте так, чтобы все было, так сказать, сохраняло свой вкус. Я даже заметила в плове. Терла раньше морковку на терке, да? Ну, и она как-то с рисом сливалась. А когда кусочками нарежешь морковь, то ощущаешь вкус моркови. Это намного интереснее. Так что здесь попробуем ощутить вкус моркови. Юля, работаете вы? Да, я работаю. Работаете. Профессия у вас какая? Бухгалтер. Бухгалтер. Милый мой бухгалтер. Хорошая профессия. Нужная профессия. Приходится постоянно, наверное, да, работать с законодательством каким-то образом, нет? Ну, нет. Потому что все много же меняется. Что касается. Чисто бухгалтерская работа, да? Чисто. А готовить кто научил? От кого любите готовить? Готовить люблю. Ну, мама, наверное, научила, как обычно. Вот. И готовить любите, да? Да, я люблю готовить. Даже вот если сами на себя одна, вы будете что-то фантазировать. Да? Нет? Ну, считаю, есть у вас и вторая профессия тогда. Когда есть наши женщины, которые девушки любят готовить. Но самое главное, очень приятно, что молодые люди присоединились к нашей передаче. И оформляют ее, и украшают эту передачу своими блюдами. Я-то думала, у вас в основном чипсы в еде, кириешки, еще-то. Нет, на такую не едите. Не едите? Вы все а-ля натурель. Конечно. Получается, да? Лук режу не, скажем так, не совсем крупно, но и не мелко. Морковь может быть крупно порезанная? Нет, хорошо. Нормально таким образом. Вот так мы нарезали морковку. Так, чтобы каждый овощ был, так сказать, ощутим. Да, чтобы мы его аромат попробовали. Ну, я всегда перед телезрителями извиняюсь, что мы не в перчатках, учитывая, что мы обрабатываем руки антисептиком. И сверху вот кролик. Да, мы кролик, потом мы все это перемешиваем. Ага, это все перемешиваем. С приправой. Приправу можно брать любую, на любой вкус. Но я в основном делаю просто лук. Ой, с луком. Зелень нужно порезать? Зелень нет. Зелень у нас будет как крышка, она сверху закрывается. Понятно. Все понятно. Ну, давайте теперь сыпьте соль. Как вы соль сыпите? Какая-то норма, форма? Что у вас здесь в отношении соли? Как обычно говорят, на глаз. Ага. На глаз. Но все равно взяли чайную ложечку. Вторую чайную ложечку. Хорошо солите. Некоторые люди боятся, это хорошо солить, говорят, соль на столе. Я за то, что вы, ну, немножечко перца. Никакие приправы не кладете? Там травы, специи, восточные? Нет, это блюдо я не вожу. Да. Так, в общем-то у нас все готово. Вы видите, это очень быстро. Как вы это все перемешиваете? Да, руками. Руками просто берете и перемешиваете. Перемешиваем руками. Единственное, нужно банку нам смазать маслом. Понятно. Банку смазываем маслом. Наливаем масло туда и смазываем. Чуть-чуть прям. Чуть-чуть наливаем. И все ее промазываем, да, немножко. То есть, а вот и кисточка. Ой, хорошо, что подсказали. Вот что, значит, молодежь в студии. А то я, конечно, бы и рукой смазала, и все. А тут, оказывается, еще у нас кисточка есть хорошая. Она, кстати, для блинов тоже хорошо пригождается. Поэтому промазали баночку. Так. И эту баночку наполняем, да? Да, наполняем. Кроликом внизу, вниз его. Или в перемешку. В перемешку. Давайте наполним. Нашего белого кролика. Кролика где-то покупаете вот на рынке или какие-то есть специальные магазины или что-то там. Нет? Мы покупаем у фермеров, которые выращивают сами кроликов. Да вы что, у фермеров покупаете, да? Ну, наверное, это такое. Ну, видно, что какой кролик. Очень хорошо. Действительно все такое. И как раз получается у вас вот эта двухлитровая баночка. Да? А он без всякого маринада, да, здесь? Да, он без. Туда добавляется водичка немножко. А водичка все-таки есть. Да, и получается вот эта вот крышка из травы, которая у нас получится, она вот этот вот маринад дает. Она делает такой вот этот маринад. Вот. И... Прямо крышкой последний кусочек кролика проработался. Прямо так и хочется эти последние кусочки туда. Ведь это лучок. Угу. Вот он у вас пойдет. А водичку сверху, да? Да, можно сверху. Угу. Вот какой у нас с вами получается белый кролик. Так, водичку добавляем? Да, немножко водички. Давай, давайте. И ее просто вот водичку. Достаточно вот это? Да, да. Вот это достаточно. Водичка какая у нас есть. И куда мы все это отправляем? В духовку. При какой температуре? При температуре 200 градусов, ну, часа на 2,5. Где-то на 3. 2,5 часа. Блюдо какое? Новогоднее, новоспраздничное. Это-то блюдо повседневное, и мы не так часто готовим. Да, часто делаете. Ну что, я думаю, что время уже прошло у нас. Так? Да, надо смотреть, что получилось. Давайте, смотрите, что получилось и получилось ли что. Вот, мы пока это убираем. Получается у нас вот такая вот... Ой, утушился. Утушка, утруска, усушка. Ну вот, и получилось почти, ну, две трети банки, да? Две трети банки. Пахнет очень вкусно. И нет никаких крышечек. Вот эта вся зелень, которая там туда у нас ушла. А это такой естественный жир получился, да? Да. Естественный. Да, это естественный. Мы что, будем перекладывать его в какое-то блюдо с вами? Будем перекладывать? Давайте обязательно траву нужно будет убрать. Она здесь уже не нужна. Трава им нужна? Нет, она уже. Вот, давайте, есть у нас такое овальное блюдо в нашем хозяйстве. Вот. Можете? Сейчас, да, положите. Так, берем ложку, да? Ложку или какую-то? Получится? Давайте. Ой, он очень сочный получился. Видите, тут у нас и... Кролик в банке двухлитровый. А вода, когда вот он там у нас не закипает... А, на воды же мы немножко добавили совсем. Мы немножко, да, и получается... Поэтому мы его не перелили. Но блюдо такое, что, в общем-то, уходить нам из телестудии сегодня не хочется. Прямо праздничный стол получился. Праздничный стол. И украшаем его зеленью, режем? Да, можно зелень оставшуюся порезать. Можно оставшуюся зелень порезать. Давайте порежем. Вот этим. Все, посыпьте. А я тут посмотрю, есть ли для вас еще какое-то пожелание. Вот такое нашла пожелание для молодых людей. Теперь я люблю только одного человека. Это себя. Уж эта девушка меня никогда не подведет. Так что тост за себя, любимую. Хорошее пожелание в нашем уральском застолье. Ну что, на этом мы прощаемся с телезрителями и с нашей уральской кухней. И создаем для нас новые рецепты. Нам так важно, чтобы молодые люди тоже появились на телеканале «Евразия». Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»